Какие значения может принимать наибольший угол, наименьший и средний по величине? Писую картинку. Пусть есть самый маленький угол, побольше и еще побольше. Значит, история такая. Альфа, разумеется, больше, чем 0. Понятно, что больше, чем 180 градусов не бывает. Альфа, это будет называться самый маленький. В принципе, он может равняться. Они могут вообще все выкупать, чем 60 градусов. Но, тем не менее, альфа, потом идет бета, он больше или равен альфа. И потом идет гамма, он больше или равен бета. Начнем с самого большого. Это угол гамма. Должен быть больше или равен 60. Потому что, если он будет меньше 60, тогда все углы тоже будут меньше 60. Поэтому 180 просто не будет. Дальше самый маленький угол, то есть альфа. Должен быть меньше или равен 60. Так как, если он будет больше 60, то, может быть, получится, что он будет равен... Абсолютно верно. Альфа не больше 60. Молодец. Правильно. Альфа не больше 60 градусов. Так, ну и, ребята, для косоты. Понятно, что угол гамма меньше 180. Угол альфа больше 0. Хорошо. Дальше. А средний угол должен быть больше 0 и меньше 180. И все. Меньше 90. Да. И меньше 90, потому что если он будет больше 90, тогда он будет... Два угол по 90 не бывает. Угол по 90 не бывает. Мишем. В этом меньше 90, потому что два угла по 90 или больше не бывает. Да. Хорошо. А больше чего? А больше 0. Молодец. Дело в том, что два очень маленьких угла бывают. Есть такое понятие, равномедренный деугольник, у которого очень большой угол. И два маленьких-маленьких других угла. Ну что? От 0 до 90 средний угол. От 0 до 60 маленький угол. И от 60 до 180 большой угол. Продолжение следует...